Футбольное поле в 105-й школе Самары – одна из новых площадок, открытых в текущем году благодаря народной программе. Современное покрытие, ограждение, освещение и другая инфраструктура – все это было необходимо школе. К баскетболу, тэквондо и большому спортивному залу добавилась возможность проводить занятия на свежем воздухе. Ребята прибегают, просятся. Группы продленного дня, маленькие детишки. То есть уроки физической культуры мы выводим детей на физпаузы. То есть выходим, занимаемся. Ну и надеюсь, что и зимой мы максимально все сделаем. И будет зимний футбол здесь у нас. Ежегодно молодежный спорт в области получает новые стимулы для развития. Из областного бюджета органы власти выделяют значительные средства на устройство спортивных площадок. На следующий год депутаты предложили увеличить финансирование этой сферы в два раза. Вот эти поправки, с которыми вышла фракция «Единая Россия», на следующий год будут востребованы. И мы еще на несколько процентов приблизимся к реализации той народной программы, с которой мы шли на выборы. Один из потенциальных кандидатов – школа номер 87 в Советском районе. На месте пустыря планируют установить мини-футбольное поле. Осталось собрать все предложения воедино и сформировать заявку на строительство спортплощадки. Она универсальная, то есть круглогодичная. Зимой дети смогут и взрослые кататься на коньках. Есть планы здесь и по золотой шайбе команду создать, хоккеистов юных. Вот эта универсальная площадка позволит, как говорится, и уроки физической культуры проводить на таком профессиональном уровне. Всего от фракции «Единая Россия» поступило поправок на общую сумму 2,5 миллиарда рублей на 2024 год. Предложение рассмотрят во время второго чтения областного бюджета 28 ноября. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.